Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжим наши беседы и скоро мы завершим второй цикл, сформируем на окончании Смутного Времени. Потому что после Смутного Времени, я думаю, в истории нашей страны начинается совсем другой эпоха. И поэтому нам надо это Смутное Время как-то завершить. Я думаю, мы сегодня Лжедмитриев с вами, а там уже на следующий раз еще одно и заключительное. Даже если мы быстро пойдем, за одну беседу все равно получится. Там очень много событий, тем более внутри церковной среды, там очень много событий, которые интересно было бы коснуться. Мы закончили на смерти Бориса Годунова. К сожалению, эта династия пресеклась. Почему, к сожалению, мы говорили, смотрите наши предыдущие беседы. Там все очень хорошо, мы это все обсудили. Да, кстати, я не могу не коснуться. Батюшка, вы не смотрели этот фильм недавно? Нет, не смотрел. Дело в том, что вы, понимаете, Жень, я в последнее время стал замечать все больше и больше. Это и раньше было. Во всех, вот везде пропаганда. И меня это настолько начинает напрягать, вот религиозная пропаганда, политическая пропаганда, американская пропаганда. То есть, идеологическая обработка. И поэтому увидеть что-то реальное нет смысла. А так как историю все-таки немножко с вами знаем чуть-чуть, и когда начинаешь смотреть вот это, ну, это можно смотреть чисто как какой-то прикол. Как сказку какую-нибудь интересную, смешную сказку, например, вот такую историческую. А в реальности, конечно, все совершенно не так. И наоборот, еще эти фильмы, они формируют какое-то неправильное восприятие истории. Я так думаю. Я так думаю. Вы совершенно правы. Вот не глядя этот фильм, вы прям как вот... Я только рекламные несколько роликов увидел. Я увидел вот эти вот какие-то опухшие лохматые рожи. И все мне сразу... Я вот просто когда-то читал, знаете, давным-давно когда-то читал книгу о московском боярстве 16 веке. Ну, это же аристократно. Да, да. Какие там косматые бороды, мол, вы там... Там всякие масла заморские, бороды кучерявые, там... Да они были, они, может быть, только, я не знаю, после какого-то перепоя или драки, они, может быть... Но чтобы они постоянно ходили как хуже, чем эти базарные торгаши, ну, такого быть не может. И поэтому еще мне очень не нравится, когда какую-то личность формирует вот как что-то такое одно, однобока. То есть, знаете, вот показывается человек и показывается что-то одно его, вот какое-то качество. Ну, вообще невозможно. Вот если взять того же самого Ивана Грозного, это настолько многогранная личность, что я где-то видел... Сыграть его какому-то актеру Маковецкому, это... Да, очень сложно. Очень непостижимо просто. Поэтому это так, да, да. Так же, как и Годунова, сыграть этому Безрукову Сергею. Да. Как сказал один блогер, прекрасно сказал, мне так понравилось. Актер Безруков сыграл актера Безрукова в роли Годунова. Да, 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 точно, точно. Вы понимаете, дело в том, что, видимо, сейчас такой вот интернет-киноиндустрия такова, что смотрят только фэнтези, то есть сказки такие вот. И когда начинается реальное историческое забытое, никому не интересно. Давайте не... Поэтому, исходя из этого, я просто как-то... Все понятно. Мимо меня прошло это. А я прям буквально несколько слов. Прямо вот буквально в подтверждение ваших мыслей. Фильм действительно идеологически поставлен с идеологической пропагандой. Я хочу внимание обратить тех, кто наши беседы, может быть, посмотрит. Вы посмотрите, как они там ставят Романовых. Этого Федора Никитича Романова. Ну, душка, ну, герой нашего времени, понимаете. Прямо вот ни стать, ни взять. Он и спасает от Козы Гирея, он там и весь такой любвеобильный. Это мулька, мулька про Козы Гирея. Пущина была еще во времена трехсотилетней давности. И она здесь обыгрывается. К спасителям мира это властелин московских колец. Утешествие туда и обратно. Я просто хочу внимание именно на это обратить. Этот фильм поставлен именно в угоду вот этой вот последней упавшей на нас идеологии Романовщины. Когда их восхваляют везде, что это такая династия, которая спасла Россию и Русь от всех погромов и от всех смутных времен и так далее. Мы же постараемся как-то в наших беседах все-таки отразить те объективные сведения, которые сегодня всплывают и продолжают всплывать. Причем давать на полную объективность невозможно, но хотя бы, ну, хотя бы чуть-чуть. Итак, мы остановились как раз на смерти Годунова и мы касались того вопроса, что прямо в начале 17 века была арестована вся семья Романовых из-за их сговора. Именно в Романовых на Варварке была арестована из-за их сговора. Они все были разосланы по ссылкам. Многие там погибли. Шуйских еще до того репрессировал Годунов, до Романовых Романовых в последнюю очередь. Вот. И в это время неожиданно как бы, как бы неожиданно, но именно из среды вот этой Романовской, Романовского заговора выплывает этот вот господин Отрепец. Конечно. Как это неожиданно. Да. Кто бы мог подумать. Да. Кто бы мог подумать. Кому бы в голову пришло. А перед этим еще... Мы должны тут... Лев Сапир готов. Да, Сапир тоже. Все совершенно нечаянно. Все совершенно нечаянно. Значит, понимаете, вот я вот хотел бы буквально два слова кратенько, чтобы сильно не углубляться назад. Вот давайте вспомним Куликовскую битву. Мамай незаконный правитель. Все, как один князья, собрались по благословению Сергея Радонежского и дали Мамаю по шиям. Через год приходит Тахтамыш. Ну, что вроде бы изменилось. А Тахтамыш чингизит. Законный феодал. То есть, в сознании народа законный хозяин. Царь. Царь, да. Причем закон это его имущество, его земля, его власть. Он завоевал ее, но ему принадлежит. Феодал. Закон. И против него не в стране. Дмитрию, ты как-нибудь сам, а мы каждой в отчину свою поедем. Да, да. Сразу же. Что происходит здесь? Вот что мы видим с вами? Смута-то, по сути дела, началась-то не с лжи Дмитрия. Она началась уже давно. С этого голода, который был при Борисе Годунове. И со всех этих событий, которые страшны. Пожалуй, он ушел после смерти Ивана Грозного. Ну да. Можно практически считать с этого времени. Что произошло? В сознании боярства нет достойного преемника. Потому что Рюриковичи пресеклись, а Годунов столько странных вещей. И родственник этой женатой на сестре царя. И какие-то смутные подозрения с этим царевичем Дмитрием. И еще самое страшное. Не благословлен Богом. Главное. Голод. Моровые язвы. Все, что он не делал, бедный этот Борис Годунов. Хотя мы с вами рассмотрели, насколько прогрессивный был государь. Но вот эта карма неугодности Богу. Вот этого какого-то растрижничества. Какого-то проклятия висела над ним. И идея о том, что он не угоден Богу, еще подтвердилась чем? Неожиданной смертью его. Раз. И ни с того, ни с сего. Как говорится, прям Господь наказал. Чуть не молнии убил. Естественно. Вы совершенно правильно заметили. Я вообще считаю. Хотя у нас нет стопроцентной вероятности на это. Я считаю, что Романовы. Именно вот еще они вместе со своей роднёй, там многочисленной, и связями своими, они и породили этого Гришку, который был в одно время у них переводчиком. Помните мы с вами? Потом он еще умудрился у патриарха быть на подворье и там всякую переписку вести. Когда Романовы арестовали, его кто-то, какая-то рука его отреклево потихоньку залет. Да, и подали ему идею, вот эту главную идею. Потому что, смотрите, получилось, что нет, вы сейчас убили сына Бориса Годунова. Опять ничего нет. Опять и шапкость самовласти, еще даже пока Годунов был жив, вот эти два сражения с Лжедмитрием, которые произошло одно удачное, другое неудачное, это именно происки Романовых. Несомненно. Потому что подать вот эту такую хитрую подачу вот этого монаха Гришки Отрепьева, подачу эту устроить, это можно было сделать только имея глубокую политическую такую вот в государстве волю. Волю Симоновского. Силу, связи, структуру определенную. Да, потому что арест самой группы Романовых еще ни о чем не говорит. Там и Воронцовы, и с этой самой Салтыковы, их хотя репрессировали не так. Ну, недовольные все бояре, недовольные, конечно. То есть это весь ближайший круг вот этих вот состыкованных против Годунова бояр, высшей касты, скажем так, они вели свои интриги однозначно. И вот этот Гришка Отрепьев, это порождение как раз вот этой группы. Конечно, несомненно. Чего стоит только его торжественный вход в Москву. Ну, ладно, подожди, сейчас секунду. Чего стоит только. До этого дойдем немного. Хоть пару слов скажем. Да, конечно. Пару слов скажем. Смотрите, у нас в это время не будем мы сильно заострять на событийном, потому что это все полностью, хоть в Википедию открывайте, там довольно тоже нормально обрисованы все эти события. Вот. Благодаря, кстати, польским всяким летописям, шведским даже летописям, где этот Довагарди, там описание все, сохранилось множество источников этих событий. Которые впоследствии Романовы в свою пользу перекрутили. Перекрутили, выжили из них. Мне кажется, очень не только даже прямо подтесано, все подтесано. Вот это в оконцовке и рассмотрении смутного времени обязательно об этом скажем. У нас что имеется? У нас есть патриарх Иов. Да, естественно. Который был предан Годунову и который был предан этой фамилии до конца. Так и благодаря патриаршеству возникло Борисову. Вот благодаря Годунову. Если нет, то не Годунов, то ничего не происходит. И, кстати, этот патриарх, он ведь своими деяниями, этот человек очень благочестительный. Сейчас до сих пор над нами, он констальпорский патриарх, посмеивается. Из-за Средиземной Зачемного моря. Был человек неоднозначный такой, очень сильный, мощный. И молитвенник, и надо отдать должное, его на Руси уважали. Но как так получилось, что его не послушали? Его не могли послушать, потому что слишком много сплетлось разных интересов. Во-первых, нельзя забывать о том, что Иван Грозный постарался всех бояру смирить. И поэтому он подвинул многих, очень подвинул. Остались вот там Годуновы, в последнюю очередь полетели Романовы. А многие очень пострадали. Их распихали по всяким уездам и улусам. Многих наказали жестоко, там лишили каких-то привилегий, которые они имели там еще от царя Гороха. И они, естественно, затаили обиду. Кроме того, нельзя забывать еще о другом, что это же вся эпоха византийского раскола. То есть это было сначала уния, потом отречение этой унии. И разрыв, по сути дела, вот как сейчас, между Московским и Константинопольским патриархатом. Вот восстановление патриаршества и стало как бы окончанием этой смуты. То есть вот церковь потеряла какие-то особые, такое совершенно стопроцентное доверие среди бояр и среди людей. Для этого-то, по сути дела, Борис Годунов и просит патриаршества у Иеремии, просит у восточных патриархов патриаршества. Если думать, что это просто так вот на ровном месте было, нет. Это же последствия столетнего разделения между Россией и Константинополем. Как только подписали Форентийскую унию, наши не приняли ее. Сто лет мы находились в расколе, да, с Константинополем. Хотя унию быстренько отменили, но мы-то еще сто лет находились в расколе с Византией, с Константинопольским патриархом. И Иов, по сути дела, незаконно назначен митрополитом на свою должность московскую. Патриархом. Нет, сначала митрополитом, да, а патриархом его уже потом законно назначили. То есть митрополитом московским он был назначен как бы самосвятски, выбором наших епископов, без утверждения Константинопольского патриарха. Пока еще наша церковь находилась в Сухизме. Да, в столетнем расколе с Константинопольным. А когда мы воспользовались тем, что нищие патриархи восточные приехали сюда, чтобы прекратить эту схизму. И предложили Иову в патриархии. То есть уже не митрополита, а именно в патриархию основу. И это врачевание раскола. Кто скажет, что вот этот столетний раскол мог послужить утверждению авторитета церкви? Конечно, нет. Никак. И именно для этого и Борис Годунов старается Иова продвинуть. Вот вы сейчас сказали, почему не послушали Иова? А как его могли послушать? Это ставленник неугодного богу царя. Врага народа, колдуна, убийцы царевича Дмитрия. И он с ним. Естественно, его никто не стал Иова слушать. Хотя Иов очень мудрые вещи говорил. И там такие интересные сохранились его обвозрения на это происходящее. И он предчувствовал, что это будет вот такое состояние. Нашелся другой преемник Иову. И его отодвинули. Как раз, значит, не заходит. Лжедмитрий уже все победил. Уже все признали. Бояре его приняли. Крестьянство встречало его на Урай. Воздух чепчики бросали. Духовенство, кланяясь ему. Потом еще будем вспоминать с вами Игнатия. Я прошу прощения. У меня просто аналогия вот такие исторические. Как тогда с поросячьим визгом восторга восприняли и москвичи вот этого Лжедмитрия. Так и в 91-м году с поросячьим визгом народ свалил свою законную власть. Да, и Ельцина приняли. И властолюбца Ельцина. И после этого, когда говорят, что народ всегда прав. Нет, конечно. Просто. Вы понимаете, в чем проблема здесь заключается. Как бы, вот представьте себе, люди голодают год, два, три. В сознании крестьянина рождается. Бог проклял нас. И вот сейчас упадет с неба вот этот законный царевич. И реки потекут молоком и медом. Бояре. Или Борис Николаевич Ельцин, который там в троллейбусе едет и готов с моста прыгнуть за лодку. Вот именно. Или лечь на рельсы. Или лечь на рельсы. Да, что-то не так говорит. Выхожу я, вот я сколько раз, сколько раз я выходил на рельсы, нигде не видел Ельцина. Нигде не видел. И второй момент еще. Бояре тасковались по сильной руке. Почему? Они, когда был царь, они имели возможность возвышения, получения наград земли. А здесь только голод, разруха, раздор. Бояре тоже хотят возвышения. Они ищут пути, как можно им к верховной власти поближе подобраться. Потом, как у всеми боярщины кончится. Мы с вами видим, еще увидим это все дело. Поэтому, конечно, никто Иова не стал слушать. Это раз. И во-вторых, во-вторых, когда уже Дмитрий шел, попы ему на карачках присягали. Рязанские митрополиты, тульские, смолицы, все прямо чуть ли не на карачках ему присягали. Он, когда приходит к Москве, говорит, не войду, пока не уберете Иова. Иова смещают, заточают его в монастырь. И тут же появляется быстренько, это самый Игнатий, рязанский митрополит. И главное, Рязань-то, блин, где? С другой стороны совсем, ниоткуда поляки шли. Ну-ка, ну-ка нам про этого Игнатия Грека. Да, значит, по сути дела, Игнатий Грек, он приехал давно уже в какие-то определенные вот эти моменты, когда приезжали восточные патриархи на Русь. Он попал вместе с путешествующими вот этими патриархами, попал сюда, попал к нашей российской пределы. И в свое время, благодаря там связям, вот как раз еще во время ООНа, примазался к тому же самому Иову и получил кафедру рязанскую. И не просто, а даже митрополитчую достоинство получил, то есть такой высокий церковный чин. И тут же в это мгновение, когда он понял, что идет новая эпоха и теперь поляки будут у власти, я думаю, у него даже больше и глубже родилась мысль, это наверняка все связано с католичеством. Потому что не пришел бы сюда вообще Гришко Отрепьев, если бы не было у Сигизмунда идей о католичивании российских пределов. Если не было бы идеи вот этой Великой Речи Посполитой от Балтийского моря до Черного, тем более вот сейчас мы это все пожинаем, в то время вся Украина находилась в Речи Посполитой, Белоруссия, почти большая часть Белоруссии находилась, Прибалтика, это все древнее русское наследство, древняя Русь, древняя Русь, она вся находилась под властью Польши. Только вот Суздальско-Московские вот эти земли находились под властью этих самых славян, которые из Киева по сути дела и произошли. И естественно никто не слушал ни Иова ничего, потому что идея соединения с католицизмом витала в мозгах даже бояр, потому что они Гришку Отрепьева на ура принимают. Посмотрите, что происходит, Богдан Бельский встречает Гришку Отрепьев, потока Иова заточили в тюрьму, буквально на следующий день, там какое-то было 20 июня 1605 года, въезжает торжественно Лжедмитрий в Москву. Причем настолько нагло и беспердонно, что его даже умудрились вытащить Марфу-царицу, привезти ее, который признает в нем своего сына, чудесно спасшегося в угличе царевича Дмитрия. Там по каким-то материнским признакам и чувствам. Это ж такое было театральное действие. То есть, бояре признают, народ с любовью встречает, новый патриарх, московский люд просто не чает души, потому что все думали, что вот сейчас раз, и манна посыпется, то есть царство небесное настанет, и все беды прекратятся. И я считаю, что было срежиссировано в высшей степени профессионально. То есть, это было действие художественно-высокого художественного политического полета. Он сам играл очень хорошо. Да, конечно. Он у него, этот монашеский природный дар, природный дар, несомнение. Знаете, кстати, вот я вот сколько лет, знаю, соприкасался, у монахов бывает такое, знаете, желание доказать всему миру, что ты ого-го. И вот у него вот это получилось, у Гришки Отрепьева, что он ого-го. И он из какого-то там неизвестно чего вдруг становится государем всей Руси. Не просто там, а коронавируем. Буквально мы смотрим, тут вот, смотрите, 24 июня, значит, Игнатий, то самое, Игнатия возводят в патриархии. Только Иова посадили в тюрьму. 20 июня заходит Григорий в Москву, а 24-го уже Игнатия возводит собор на патриарший престол. У него уже свой патриарх. А 18 июля приезжает в столицу царица Марфа, которая всенародно в соборе признана там с обниманиями, сынок, там, любовь моя, ты жив, слава богам, и так далее, и тому подобное. То есть она его признает, весь себя Москва это видит. Ну и, естественно, Апофеоз через две недели, там, через 12 дней, 30 июля, торжественнейшее венчание на царство. Причем с такими народными гуляниями и пьянками, что просто невероятно. То есть это было настолько, ну прямо вот колоссальнейшим образом он был, попал... Ну а как еще проявлять толпу? Выгодить бочки, меда, пива и все, пожалуйста. Ну, так и есть. Я... Можно немножко... Да, конечно, конечно. Просто для того, чтобы, ну, у слушателей не создавалось мнение, что мы, как бы, вот тут утверждаем какие-то непреложные истины. Я бы сказал так. Например, я все-таки на стороне тех историков, которые говорят, что это был не Гришко Атрепев. Нет, тут 100%... Можно я скажу немножко? Сложность, вся историческая сложность в том, что Гришко Атрепев действительно историческое лицо, действительно доказано, что он с помощью вот этих вот козней Романовых как был подготовлен для вот этой вот провокации. Но дело в том, что есть такие исследования, очень серьезные, очень интересные исследования, которые, ну, вкратце просто скажу, просто вкратце скажу, что когда он появился и объявился там вот на территории Польши, Гришко Атрепев, поляки так на него посмотрели и сказали, парень, не годишься ты туда. И они поставили своего кандидата туда, который был выходец из дворян, вот этой вот, какой-то там, молдавской, там какой-то этой самой, прерусской вот. Там много было таких... Младов-Лахийских земель? Да, 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 вот что-то оттуда. И... А Гришко был при нем постоянно, и он ему, вот этот монах, он от него не отходил. Дал ему образ. Он, во-первых, был его, один из его таких вот послед... Ну, он с ним следовал. Советник. Советник, да. Вот что-то такое, вот что-то возле этого. И причем, это очень многие историки к этому склоняются. Возможно, единственное... Ну, не мог монах научиться вот за один год стрелять из пистолетов, какать на коне, махать саблей, причем профессионально. Дело в чем, дело в чем... Дело в чем, дело в чем... Жень, дело в чем, дело в том, что все, кто вот ишли в монастыри ради какой-то карьеры и тому подобное, а кто и был среди них, и Гришко Отрепев, часть Денька бывали, из разорившихся всяких мелких поместных там... Как и было? ...глаков, да. А они, будучи не первыми сыновьями в семье, всегда занимались военным ратным делом. Вспомните только о Слябе и Пересвета. Это бояре, которые пострились в схиме усилия Радонежского. Они были с детства... Они, наверное, на лошадях раньше ездили. Там еще очень много, не только... Да, да. Но есть еще один момент очень интересный. Это слова самого патриарха Иова, который говорит, что Романовы подослали мне его, и он у меня сидел в переписчиках и переписывал мои бумаги. Поэтому, что имеет в виду патриархиев? Самоволие Гришко Отрепьева? Или того человека, которого прислал Сигизмунд вместе с Мнишиком, который согласился за это выдать дочь, там, за Новгород и Псков, а этот за Смоленск, там, за Смоленские земли? Сложно сказать. Но, как бы, стопроцентно невозможно ничего сказать. Есть, например, очень хорошая идея о том, что царя Петра в Голландии подменили. Когда он был в Голландии, там подменили и приехал другой человек. Поэтому сложно, да, очень сложно что-то стопроцентно сказать. Поэтому отправим наших слушателей, возможных слушателей, самим каких-то разбираться в этой проблеме. Читайте всех историков. Да, скорее всего. И особенно обратите внимание на последние наработки. Потому что сейчас историки не... У них нет такой обузы, как марктистско-ленинская теория, вот это вот, или какое-то романовское давление. У них нет этого. Они стараются очень объективно разобраться в этом. Вот я недавно читал очерки современного историка, вот буквально. Мне настолько понравилось вот его очерк. А, говорили, да. Виктор Иванович Калашников. Да, да. Буквально он даже издавать не может свою книгу. Но очерки просто блестящие. Если перед этим я прочитал, ну, наверное, все, что касается смуты вот среди классической истории, ну, наверное, я не знаю, кого я только не перечитал. Понимаете? Но вот очерки современного этого историка мне очень понравились. Хотя я с некоторым вопросом не согласен. Смуты. Просто можно найти в Фейсбуке его очерки. Он идет там под псевдонимом «Русская смута» и «Ручь московская». Вот просто говорю, открывайте, читайте. Очень интересные очерки. Ну, ладно. Так что мнений исторических много по поводу этой личности. Это так же, как насчет убийства царевича Дмитрия. Меней, море. Но, вы знаете, я еще нашел несколько подтверждений того, что не было никакого, не имел Годунов, никакого отношения к убийству. И никакого убийства не было. На самом деле, это был действительно несчастный случай. Как мы говорили, сам уже комиссия прямо там. Большинство историков об этом говорят. Да, значит, ну, не будем забегать вперед. Сейчас давайте мы по очереди. Нет, это дальше еще вперед будет. Это еще Шуйский придумает. Кто объявил Бориса Годунова убийцей царевича Дмитрия? Шуйский четыре раза. Нет, я просто говорю, кто первый прямо реально объявил и обвинил исторически Годунова в убийстве царевича Дмитрия. До этого момента Шуйский придумал все. Причем с определенной идеей. Я вам расскажу, и вы поймете все это дело, почему так произошло. Что же мы видим дальше? Ну, говорится, шоу мозгу он, шоу должно было продолжаться. А Гришка, отрепив, или около Гришки отрепива, кто был, выдохся. И, блин, не наступили молочные реки и кисельные берега. Все ждали, что сейчас хляби небесные откроются, и Архангел Михаил оттуда обвоз кукурузой привезет. Ну, не пошло такое дело. Кукуруза не поступила из царства небесного, и люди стали в Гришке как-то немножко разочаровываться. Более того, поступила на Москву целая свора поляков, наглых, жадных, беспардонных, которые начали москвичей просто... Да еще и это не все, а всякие беглые казаки, бесконечные восстания. Потом, более того, крымский хан обнаглел, начал ходить там грабить сначала чуть-чуть, потом побольше, потом еще побольше. И это не прекращалось. И все попытки что-то Гришке отрепива сделать оказались бездарными. Ему не хватило мало сыграть, быть Филиппом Киркоровым и надеть на голову корону. Надо дальше потом еще заниматься государственными интересами, боярами, крестьянами, недородами. А самое главное, зачем нужен царь? Защищать, то есть армию содержать. Это везде. Любой король, любой барон, любой герцог, любой сюзерен, он нужен только для того, чтобы охранять территории от вторжения врагов. Если он только к этому не способен, его зарежут, отравят, найдут какого-то следующего. Обязательно. Не нужен такой государь, который не может оборонять свои территории. Он просто физически, его найдет кто-нибудь, какая-нибудь жена отравит его по договоренности с тещей. Найдется способ, как его убрать. И вот Гришка и так не тянет. И все так было, такое было шоу, такое царствование. А он не тянет, Гришка, не получается. Да еще и эти наглые поляки. Вдобавок еще, кроме всего, он попытался сделать военную реформу. Где там вводить какие-то определенные по немецким уставам нас, российские войска, как-то формировать. Но у него ничего не получилось, потому что поддержки нет. Все ждали же, что он это все сделает. Богом благословенный, чудом спасшийся государь. А тут ничего нет. И смотрят не лучше, совсем даже еще хуже и страшнее. Адунов-то хоть был умный человек. А у этого не хватает харизмы, тянуть такое царство московское. Да еще и в конце концов, последнее. Да, харизмы у него хватало. Я имел в виду не харизмы, а как бы таланта для царства. Выйти на сцену, я же говорю, и спеть «Я твой тазик, ты мой глазик» это одно. А вот уметь дальше решать государственные проблемы ежедневные, это совсем другое. И вот этой харизмы, вот этого самого умения править у него не хватило. И он решил тогда заткнуть вот это дальнейшими красивыми какими-то представлениями в Москве. Его главной идеей стало выполнение его договоренности с супругой. То есть, должно быть, второе действие произойти. С польским перелем. Да, конечно, естественно, это было и женитьба, и все это было, естественно, это породнение с Польшей. И подчинение Польше российских интересов, несомненно. Ну и что, вот в мае месяце, значит, уже следующего, шестого года, въезжает в Москву торжественно будущая московская царица Мария Мнишек. Она, Мария Мнишек, она едет с огромным обозом, всякого трепья и непонятно еще чего, с какими-то католическими священниками, со шляхтичами. То есть, она готовится зайти на московское царствование царицей, стать царицей московской. И тут уже давненько пошептывались, давненько переговаривались, но как же ты можешь быть благословенный Богом православный царь, если ты не соблюдаешь традиции православных? А он не постится, в наглое жрет там мясо, телятина, да, в посты. Поляки бесчинствуют, никто не собирается принимать православные. Мне еще понравилось. А он в баню со своей Маринкой не ходит. Да, с Маринкой в баню не ходит, как было принято на Руси. Потом, значит, пьянствует бесконечные пьянки, устраивает. Никаких церковных, к причастию не ходит, к исповеди. К причастию не ходит. И, в общем, начались шепотки. А царя-то подменили. В общем, как же он может быть благословенный Богом государь? И тут апофеозом стало, конечно, вот это... Было же условие, она должна была, Марина, принять православие. И вот этот самый патриарх, самозванец-то, которого Игнатия сунули из этого митрополита Рязанского, и они решили устроить, чтобы было и нашим, и вашим. Чтобы она не особо приняла православие, чтобы она не особо покаялась там и причастилась, и, в конце концов, ее повенчать с Лжедмитрием, и потом возвести на царство. И сделали это такой историей, православие не знает вообще. Такой тройственный чин, в котором она одновременно была помазана миром, но не крещена. Второе, она к причастию... Она была венчана с Лжедмитрием, но к причастию не приступила с ним. Да хотя положено было обязательно государю с царицей после венчая на царство причаститься. Да сейчас даже многие соблюдают эту традицию. Ну и последнее, естественно, она могла стать царицей, а она была венчана на царство только после выполнения первых двух правил. А невыполнение первого правила и второго не могло быть и третьего никакого, следовательно. И это было рассчитано на дураков, то есть на толпу произвести впечатление. Но народ православный, и бояре в особенности, да и простые люди, это дело восприняли как плевок. Ну те, кто видел. Да, да, кто видел это все происходившее, конечно. А видели-то немногие. Ну, видели немногие, но слушок сразу, ну, что царевич, король-то голый, сразу пошел. И буквально, вот смотрите, 8-го числа вот это произошло вот это все венчание на царство, а 7-я шестнадцать, на 16-го, на 17-е поднялась смута. Еще, знаешь, хитро сыграл этот, воспользовались, стояло на крымского хана, готовилось Псково-Новгородское воинство, которое должно было идти на Крым, отбиваться от наберево-крымского... Ну там подготовили этот, этот заговор уже Шуйский подготовил. Шуйский постарался, да. Очень, очень. И вот именно... Первый его заговор был пресечен еще в июле, его... Да, да, кстати, кстати, его не казнили, пожалели. Не казнили, пожалели. Прямо возле Плахи. Хотя вывели на Шафот. Да, да, но пожалели. Знаете, сколько бы о Шуйском ни говорили, что там мерзкий, а ведь всегда этот птен вел себя довольно смело. Ну да. Он на Плахе не плакал, он не рассказывал. Да вообще, он был бы хороший человек. Понимаете, у них вот, я все смеюсь, надежный, как-то попал не туда. Да, они выродились, понимаете, как вот они умудрялись заговоры хорошо, интриги делать, а сыновей рожать, блин, не научились. Никто. Либо они у них инвалиды, тоже описали очень неприглядные. Да, у него две дочери были, и детские его. Мерзкие, неприятные. А вел он себя, в принципе, довольно достойно. Он же и вот эта вот клевета, по тому, что он упал там на коленях, ползал перед польским королем, это все-таки клевета романовская. Да, он же, если он монашество даже отказался принимать там, то чешу же перед королем был он ползал. Да, да, где он не ползал, на Шафоте он не плакал, и в общем-то был человек своего времени. Шуйский, да. Хотя и клятву преступления от него только туда-сюда сыпались и Курские, и Голицыные. В общем, он как раз вот в этот момент, когда удалось ему свергнуть служеб Дмитрия, он привлек Голицыных и Курских князей. И вот это ополчение Пскова-Новгородское, стоявшее под Москвой, и удалось им ударить и убить этого. Там было подготовлено очень умно. Но, опять же, Мариновнишек пожалели. Не упустили. Ну, пусть, мне кажется, это было сделано так же, как вот помните этот самый Исидор Митрополит тоже случайно убежал из-под стража случайно. Ей повезло, что она успела скрыться к своему отцу Юрия Мнищика, а потом уже высокородные бояре, они остановили вот эту польскую резню и самых высокопоставленных поляков не тронули. Не тронули. Перерезали там больше 500 человек просто шляхтичей. Да, да, да. Которых люто ненавидели. Они лезли везде, эти шляхтичи, и постоянно учреждали бесчинство и разбои постояннейшим образом. Но вот что у нас произошло. Значит, Лжедмитрия убили. Шуйский восходит на трон. Причем, очень быстренько восходит на трон. Он этим митрополитом Исидором возводится на царство Коронова. Буквально там в течение месяца все это происходит. А этот куда делся наш как его? А он бежал вместе тоже со всеми? Конечно. Да, да, да. Он смылся, да? Да, да. Здесь получил этот самый Игнатий. Игнатий. Патриарх Игнатий. Лжепатриарх Игнатий. То есть его, по-моему, там каким-то чином сняли с патриарха? Конечно. Его отстранили. Это естественным образом. Потому что он и не мог быть... Сразу? Конечно. После падения нас же интересная церковная история. Сразу после убийства Царевича Джердмитрия этого Игнатия определенным чином снимают с патриархом. Конечно. Собором. Собором. Да, да. Все происходит. А кто у нас остается еще? Ну, как у нас? А Иов-то остается еще? Иов был очень болен и в монастыре едва живой. Но он как бы остается еще в сознании людей? Да, остается в сознании людей патриархом. Да, да. Но когда к нему пришли он отказался потому что я даже не понимаю мог ли он отказаться потому что некоторые говорят не так было но как же было а как стали избирать А, отказался быть патриархом Да, да. Согласен, согласен. Он сказал я не смогу физически он просидел в заточении причем ему дали такую каменную камеру мокрую сырую в которой он сидел прямо в луже он можно сказать когда пришли он чуть ли не в луже сидел когда его из тюрьмы начали оттуда вызволять потому что Лжедмитрий его люто ненавидел и боялся он все время ждал что тот какие-то будут заявления политические делать ему может быть от этого никаких неприятностей Согласен он отказался быть патриархом но его все-таки уговорили и он прибыл в Москву уже в феврале в феврале месяце но он прибыл по сути дела для участия в избрании Гермогена это была его как бы ну чтобы преемственность он собрал из последних сил и после этого миссии он практически сразу он оценивал свое здоровье здраво он все-таки из последних сил сделал государственное деяние первый патриарх не зря его канонизировали он был действительно очень очень сильным человеком если Гермоген потом окажется и резким и жестоким в какие-то моменты то Иов был действительно очень глубокомысленный и духовно сильный человек именно вот в этом его и огромнейшая заслуга кстати он же так и не признал Лжедмитрия и он ему так и не присягнул он хоть и признал что этого знаете как признали признали вот этого королевича Сихизмундовского Владислава да но при условии что Владислав да примет там где-то там это позже несколько лет тут Иова это не касалось я почему несколько раз возвращаюсь к Иову Романовы Иова так же как и Годунова так же как и Грозного так же как и Федора Ивановича не поместили на памятник тысячелетия России ну это естественно понимаете какая мерзость надо поставить рядышком маленький небольшой памятничек где разместить тех кто не поместился вот это вот меня лично убивает ну не только конечно нет я между прочим тоже вы знаете это идея давняя и кто не поместился туда на этот памятник надо добавить его то самое в околице в оградке поставить хоть памятник слишком у нас сегодня идеологическая обработка опять проромановскими настроениями посмотрите хотя бы этот фильм а надо бы чтобы было рюриковскими ну хотя бы хотя бы было бы больше толку тем более рюриковичей столько осталось их сейчас даже до сегодняшнего дня что ого больше чем романовых больше чем ну ладно мы я почему и хотел вот эту преемственность чтобы вы подчеркнули от Иова к Гермогену Гермоген у нас епископ или архиепископ Казанский Казанский да ну митрополит потому что Казань была митрополия значит митрополит да 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 митрополит Казанский да дело в том что Гермоген уже очень давно был заметен вот своим каким-то таким прагматично государственным умом давайте нам про Гермоген да про Гермоген его юности монашеские все подвиги всегда отличались тем что в трудные для государства моменты он всегда крепким очень оказался крепким человеком и естественно Шуйский это давненько давненько присмотрел кстати у Шуйского и даже во времена Лжедмитрия когда по сути дела его чуть не казнили Гермоген выступил одним из печальников и заступников Шуйского вот это не обращается внимания но понятно было что ну не должен Шуйский забыть Гермоген понятно да у каждого поставленного боярина был как бы отличался Гермоген очень жестоким нравом то есть он практически миловать не умел то есть если кто-то при нем что-то попадал там в какую-то замятню если было что-то непонятно обязательно наказывался жесточайшим образом тем более что Казань это все-таки более удаленные места и митрополит там играл ну просто судебную роль и всегда он был очень таким жестким и тяжелым человеком это его просто ну просто его качество такое вот и еще наверное может быть это ему так бог дал потому что он был очень неуступчив то есть отказаться от чего-то своего мнения и переменить его ну такого за Гермогеном вообще не водилось никогда никто не скажет что Гермоген вот раз и передумал ничего потом до голода потом мы посмотрим и он все равно остался при своем мнении остался при своем мнении ну вот Шуйскому уж нужно что-то делать его надо власть как-то укреплять а дальше даже больше я вам скажу самая главная проблема в чем заключалась самая главная проблема Шуйского еще не успел вот только вот только его провозгласили только его венчали на царство Исидор постарался он кстати дал запись кристоцеловальную в которой была конституционная монархия А Исидор у нас кто? А это митрополит который венчал его на царство да ну это просто из каких-то подмосковных митрополитов значит сейчас скажу кто даже не знаю откуда он взялся по-моему Рязанский и Рязанский митрополит тоже Рязанский да значит он короновал его не просто так а с условием кристоцеловальной записи то есть Шуйский дал бумагу в которой он ограничил свою власть в пользу боярских каких-то прав там в пользу боярских прав и поэтому его ну как бы поддержали как бы все бояре там это было достигно кондиции да кондиции да как Анна Яновна потом помните вас пишет и порвет потом выпросит так вот значит что же была его главная проблема сразу пошел слух что Дмитрия это не убили а там случайно в замятне до какого-то стрельца придавили а Дмитрий то живой опять Господь Бог его чудным образом да спас и ничего ему нет и государь то он есть истинный и получается раз есть блин опять этот истинный государь то Шуйский непонятно кто самозванец захватчик да то есть да 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 а это уже знаете это казать как называется это наступило время воровское как назвали его время воровское потому что и болотников и потом эти донские казаки и Лжедмитрий второй и Лжедмитрий третий и всех называют ворами Тушинский вор помните вот когда он придет мы сейчас дойдем до этого эпоха всяких мелких и крупных воров получилось даже больше я пока не забыл прямо сразу скажу дело в том что ну или может быть все таки по очереди а тут сейчас как начну заранее забегать вперед да значит не будем забегать вперед да ну в общем мы договорились вот сказали о том что началась эпоха воров всяких крупных мелких воров побольше поменьше я даже уточню немножко да тут не просто это вот понимаете Русь в это время была напичкана вооруженными людьми да вот эти вот все дети боярские которые не могли найти себе то службы то кому принесло то лишенные земли абсолютно верно это были все вооруженные и обученные люди тот же Болотников был это был там холоп вооруженный холоп какого-то боярина вы понимаете причем боярин был у него боевой холоп если мы возьмем с вами и то же самую европейскую историю мы видим тоже что столкнулась Европа с проблемой вот этих вторых третьих сыновей помним как во время голода грянуло вот это восстание не восстание а вот набег вот этих вот разбойников хлопков косолапа хлопков востание 600 стрельцов там 600 бандов при Борисе Годунова это было чисто разбойничье которое пришлось подавлять войсками с него по сути началось с хлопка они поняли что они сила они так и гуляли у них нет земли они туда пойдут служить сюда же Дмитрию они ходили туда где можно заработать или грабануть потому что вот в эти средние века грабить и воевать это было примерно одно и то же вот так вот значит вот в этот момент когда Шуйский возошел на престол бац воскрес царевич Дмитрий и ему нужно было что-то делать и Ермоген послужил его опорой то есть тут же был собран собор и на соборе русские иерархи избрали Гермогена патриарха московским это на какой-то все-таки Шуйский четыре года даже больше у власти продержался побольше да и вот я считаю что все-таки вот это не без митрополита уже патриарха Гермогена состоялось конечно значит что появилось в это же сразу время что-то нужно было принять Шуйскому предпринять что сделать мог Шуйский против вот этого Лжедмитрия который появился уже номер два а он уже появился он уже ходил там где-то на казачьих территориях потом он пришел в Рязань потом он умудрился даже мы сейчас увидим зашел в Московье сидел прямо Тушино вошел и под Кремлем свою я понимаю почему вы клоните в первую очередь да вы поняли да что они могли сделать как можно было этого Лжедмитрия хоть в глазах народа объявить самозванцем все вылили на Бориса Годынова взяли такое помойное ведро с тазиком пошли собрали все ну это я так образно говорю пошли собрали все нечистоты и слухи какие были про Бориса Годынова и вывернули на его могилу по сути дело потом мы даже увидим это чем закончится даже притвор умудрили встроить Сергий Лавр где Борис Годунов похоронен с женой и всем семейством он был похоронен в храме так что сделали притвор разобрали не стали покойников выкапывать но притвор разобрали чтобы они оказались на улице все и так сейчас до сих пор сохранилась усыпальница Годунова крышей накрыли усыпальница Годунова и естественно Бориса Годунова объявили убийцей царевича Дмитрия причем кучу документов по этому поводу написали какие-то подложные документы о разных комиссиях проверках все это доказано что это подложные бумаги но объявили царевич убитый значит раз царевич убитый да еще Борисом Годуновым тем самым царем проклятым из-за которого по сути дела и началась смута сразу все срослось а царь то за чего проклятый убил царевича Дмитрия да точно из-за этого недород и голода там и все прочее проблемы начались а потом дальше чего но Дмитрий не может потому что царевич Дмитрий это убитый то есть нескольких зайцев сразу попытались застрелить вот этим выстрелом но выстрел оказался холостым и до нас дошли вот только вот эти сплетни и слухи сплетни и слухи о том что Гадоннов таки убил вот этого царевича Дмитрия до сегодняшнего сказки но против уже Дмитрия Второго Шуйский не победила его эта сплетня не победила я думал вы не к этому а к чему а к тому что для того чтобы доказать что это самое надо предъявить народу настоящего Дмитрия и тогда пошли в угли так вот подождите нет вы подождите к этому сначала была опущена мулька естественно сначала была опущена сказка опять Василий Шуйский выходит и говорит совершенно другую версию абсолютно теперь не просто а всех собак повесили на Бориса Годунова и тут на арену выходит новый избранный патриарх Гермоген он ловко и чутко услышал этот государственной власти посыл и именно с его подачи рождается идея из Углича привезти мощи царевича Дмитрия и не просто на словах а уже на деле показать его труп канонизировать его то есть как бы страстотерпца такого пострадавшего младенца безвинного и как можно было его ради было вести эти мощи если бы просто труп привезли никто бы не понял а вот колонизация она оправдала этот привоз из Углича естественно показать всему народу что никаких Дмитриев больше быть не может но несмотря на всю свою красоту посмотрите насколько продумано все было сделано никакого это не возымело практически на народ люди ничему к этому времени дошел уже такой вот история дошла российская до такого апофеоза что никто никому ничего не верил там сам шуйский гроб нес сколько за километра потому что мы сейчас увидим пешком из Углича принесли прям принесли по сути дела этот гроб а в Угличе то как прощали с горем как бы покидает Углич заступник и хранитель поставили его там на холме на этом месте весь Угличский народ плакал потом на этом месте поставили церковь царевича Дмитрия на крови которая меня крестила вот видите как все все это самое вот так я вам привозил оттуда значит ну это ничего не помогло потому что несмотря на все эти действия что они не совершали благополучно лжедмитрий пришел в Тушино и 1 мая 1608 года там засел кроме того он не просто засел а он решал государственные дела он судил про кого про кого уже Дмитрий второй Тушинский ор нет это же Дмитрия перводавно убили уже а вы кого хотели еще вспомнить маленькое это самое событий на все-таки разложить по порядку вошлание Ивана Болотникова подавили подавили к зиме начиная вспыхнуло оно летом к зиме его подавили расхлопали потом у нас приходится как хлопок сказал прости народ православный потом у нас да сразу возникает в шестом да это шестой год это возникает и лжедмитрий второй это уже в седьмом году шестой год шестой год уже он он не возникает вы что давайте Болотников сам ищет эту кандидатуру, он не может найти. Этого еще нет. Даже среди народных слухов Болотникова самого объявляют этим царевичем Демитрием. Но этого еще не было. Он возникает в 1607 году. Это абсолютно точно. Потому что в разгар его событийности уже происходит в 18-м году. В 18-м году это да. 1 мая он уже входит. Это чистая историография, каждый может сам проверить. А я, насколько я помню, я не буду тоже настаивать буквально на датах. Дело в том, что если Лжедмитрий I торжественно прямым шляхом и в тюрьму, в Москву и на престол, то Лжедмитрий ходил кругами. Проблема в чем? Все истрадавшиеся вот эти волости, все эти княжества, все эти земли не знали чего делать. Власть просто исчезла. Была куча недовольных бояр, которые грызлись между собой. И куда уже Дмитрий не приходил, второй, его во всех его путях воспринимали. Его принимали и по сути дела с этими, особенно вот там, где места, где вот эти были буйные казаки, принимали с радостью. После восстания Болотникова остались вот опять же эти отряды, твариан восставших, этих бояр, детей боярских, холопов, бродивших рыцарей, которые крутились и не знали чем заняться. И они, конечно, вот искали на кого опереться. И они нашли. Да, куда он не приходил, Козельск, Рязань, он везде встречали его с хлебом и солью. И он спокойненько засел в Шуйский в Кремле. Он не стал Шуйского с Кремля выгонять. Он просто в Китай-городе, сначала Тушино, где Тушинский вор. Они подступили. Тушинский вор, он сначала где вот храм Тушинский построил. Им отпор дали. Да, не, ну им дали отпор, конечно. Но он не стал его оттуда выкуривать. Он просто организовал свое правительство. Свое правительство. Да, свой царский двор. Самый настоящий царский двор, в котором он вершил государственные судьбы. То есть он судил бояр, он решал какие-то, собирал налоги, создавал армию. То есть организовалось второе, параллельное Шуйскому правительству. Все, наверное. И разгар вот этого противостояния Тушина и Кремля, это как раз 608 год уже, через год. И в это время уже подтягиваются туда высшие чиновники. А, ну да, 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 да. Которые начали прощупывать, где же какое, где же будет победа. Где лучше будет, где победа будет, да. А, ну тут еще нужно еще больше. Он два года просидел в Москве, Тушинский вор. 608 по 650 год. И более того, тут сразу, сразу-то обнаружилась Марина Мишек, которая умудрилась поехать к уже Дмитрию Второму, признать его своим мужем, спасшимся чудесно царем Дмитрием. Более того, вступить с ним в открытую связь. Более вступить, венчавшись тайно, так как она никак не могла спать с ним не венчаная, венчавшись с ним тайно, она умудрилась опять практически стать чуть ли не московской царицей номер два. Знаете, недавно совершенно историки накопали письма этих вот двух особ. И знаете, что оттуда следует? Оказывается, этот Тушинский вор, этот Лжо Дмитриев, он ее любил. Реально. Душинка моя, там, это самая, любовь моя, там, независимая. Ну, то есть, в общем, она нашла к нему подход. Вот такие исторические передряги просто вот... Я сомневаюсь, что она его любила, потому что, походу, она вообще всех мужчин любила. Она была очень интересная. Да, да, да. А вот то, что она его умудрилась в себя втюхать, это она постаралась, конечно. Это она постаралась. Ну, и вот, значит, что происходит? Происходит еще интересный момент. Это тоже, кстати, вот то, что я хотел рассказать вам. До чего, до какого безумия дошла... Ну, все дошло, до какого безумия. Значит, Хлопок сначала еще там была получена давным-давно. Потом, значит, Болотников. Потом уже Дмитрий II. С Тушинским, с Тушинским, с Тушинским всем этим своим царством. И с Мариной Мнишек, и вдобавок-то у них родился ребенок. Которого, значит, вот когда это все... Ну, тут и Шуйского как раз в 610-м году свергли. Ну, в конце уже. Да, Шуйского свергли. В 610-м году он. Да, да, да. Шуйского свергли, по сути дела, и насильно постригли в монахи, и отправили его вместе с умия брать. Я думаю, если бы они Скопина-Шуйского не отравили, по сути дела, не убили, то, возможно, бы по-другому немножко сложилось. А так вот его вместе с двумя братьями... Какая собачка, наверное, сегодня закончилась. А давайте мы вот Лжедмитрия до 3-го дойдем, Лжедмитрия, и закончим. У нас до 3-го. Да, тут немножечко совсем осталось. Не будем сильно усложнять. А на следующий раз уже начнем с 2-го ополчения. Или не будем ополчения трогать. Я бы сейчас... Вот вы учились в Троице-Сербиевой лавре. Мне кажется, вот этот вот... Нельзя пройти мимо, говоря о церковной школе. О осаду, осаду Троице-Сербиевой лавре. Хорошо. А это у нас как раз 608-й, 6010-й год. Ну да. Как раз вот это. Поэтому, я думаю, вот эти все политические навороты мы закончим. Потому что, ну, об этом можно вот рассказывать, я не знаю, вот сколько хочешь. Поэтому каждый это может в источниках легко найти. Открывайте ту же самую, опять же, Википедию. И говорить то, что известно всем, просто неинтересно, наверное. Дело в том, что известно и неизвестно, мы с вами всегда находим такие интересные взаимосвязи. Да, вот я, я почему и хочу... Которые никто не обращает внимания. Ну, хорошо. Значит, Шуйский свержен, отправлен в Польшу. Ну да, подождите. 6010-й год. Давайте 608-м ограничимся. Я еще хочу все-таки про Скопина, Шуйского немножечко рассказать. Порассказать. Интересный человек. Невозможно. Скорее они его всего отравили, конечно. Скорее всего, отравили однозначно. Да, вот я все опять же говорил, что на интриге они были, блин, умны, а сыновей рожать не научились. И у Шуйского не было две дочери, в детстве умерли. И некого, и он боялся, видно, что Скопин возьмет популярность. Хоть мы говорим о церковной истории, пытаемся говорить о церковной истории, вот эти вещи между собой взаимосвязаны. И Скопин-Шуйский это был как, ну я не знаю, как ангел свалившийся. Да, 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 да. И причем качествами своими хорошими. Невозможно его обойти, это один из моих любимых исторических героев. А вы через него перепрыгиваете. Нет, я не то, что перепрыгиваю, я просто, ну хорошо, давайте посмотрим. Мы поговорили все-таки вот об этих вот вещах церковных, о смене патриархов, очень интересная эта вещь. В феврале 607 года, мы все-таки это затронули, но все-таки обращу еще раз внимание, уговорили Иова. Вот мы говорили о преемственности. И он вместе, да, вместе с Гермогеном, они отслужили большое-большое молитву в Москве в феврале 607 года. И народ каялся за свое признание лжедимитрия I, каялся, плакал, и видел вот это вот Иова, старца, который им говорил, ну что же вы наделали? Ну да. И я вас прощаю. Он простил перед свечей. Вот какое было духовное событие. Потом это принесение мощей Дмитрия Царевича. То есть прошли такие, ведь рассматривать это смутное время вне духовных событий, ну невозможно. Ну естественно, мы же с вами только сказали, что главная идея была в том, что прервалась династия. А династия, она чисто кого? Бога, божественный власть. То есть кому Бог дал править, то есть кто будет действительно государем православным. Это естественно, она окружилась вокруг этой идеи. Мы в следующий раз рассмотрим, потому что в это смутное время, это вот психологически, это было самое выражение настоящего русского народа. И предательство, и героизм. А, беспощадный. Да, вот все шло вот как-то параллельно. Один предает, один ищет свою выгоду, другой совершает какие-то невероятные подвиги. И во имя Христа, и во имя своей страны, и во имя государя, вложит свою голову, понимаете. Это, мимо этого просто пройти невозможно. Тем более, есть о чем сказать, я там немножко даже расскажу, какие происходили вещи по провинции. Я помню, все периферии, там когда начинаешь князь, что ты... Как только возьмешь Ярославль, Ростов, Кострома, что только не происходило. А Перейславль, Залезский, допустим, сдался этому Тушинскому вору. А еще помогал Ростов. Все помогали. Все они его приняли. Представляете, Ростов не смог защититься. Углес, допустим, защищался три дня, его вырезали поляки. Понимаете, там происходили вещи колоссально интересные. Ну, просто... Хорошо, хорошо, конечно, давайте так. И все это еще параллельно с тем, что одни монахи и архимандриты, там, архиепископы отдавались. Все практически, все за редчайшими исключениями. Нет, Суздали. В основном, может быть, Суздали, да, то самое. Суздали прямо за редчайшими исключениями. Но все-таки эти исключения были. Почему? Потому что сама верховная власть этому способствовала. Они же его признавали сначала. А в Троице Сергиевой Лавре какой-то коллектив. Ну да, там оборона прямо целая. Там оборона благословленная именно священством. Взять стены Троице Сергиевой Лавры. А Иринарх затворник. Да, Иринарх затворник. Спасибо за то, что, может быть, кто-то послушал нашу сумбурную беседу. Ну, не сумбурная у нас получилась. И мы думаем, что-то интересное все-таки рассказали. Будем надеяться. Мы историю не перепишем. Но некоторые моменты, я думаю, мы с вами затронули. Очень-очень важные. Спасибо. Всего самого доброго. С Рождественским гостом всех. Продолжение следует...